Саня Дирека, поздравляю тебя с днём рождения, приди уже наконец к Зожу на крестах, завязывай с употреблением вредных веществ, становись неоразумистом, пусть тебе попадается только отменное аниме, а в ленте будут только годные мемасы, пусть наконец синеботы с Рокоссовского вымрут и перестанут предъявлять тебе за внешний вид и говорить, что ты похож на пидора. Да, желаю, чтобы на твоём пути было поменьше полкевниковых и полупомидоров, а жизнь твоя была с каждым днём всё меньше похожа на трэш-могильные истории. С любовью я, Хикан Намбаван и твой друг Керя. Береги себя, береги себя, Саня, и отдай сотку, как в мемасах. Всё, а сейчас поехали. Часик в радость и ферсладость, дорогие хиканы, и вот вторая обещанная часть о том, как Станислав Андреевич, кто не в курсе, кто это, вы можете зайти на мой канал, вы можете посмотреть историю его падения, а сейчас мы будем рассказать, как же всё-таки из наркомана и зэка превратиться в сверхчеловека. Ну, если не в сверхчеловека, то просто в обычного социализированного успешного человека. И Станислав Андреевич нам расскажет, как он избавился от пут наркомании, и, естественно, если нет наркомании, значит, он вроде и не сидит. Итак, Станислав Андреевич, ваша история успеха. Пожалуйста. Ну, скажем так, я не настолько успешен, насколько хотелось бы, но если сравнивать с тем, что было раньше в моей жизни, я думаю, всё-таки можно назвать меня в чём-то успешным человеком, но мне будет, наверное, удобнее на вопросы отвечать. Ты такие вопросы интересные задаёшь, такие важные. Ну, и серии «Как заходить в хату про петушек». Это же важные вещи, ты всегда держишь в голове эти вопросы. Знаю, что публике нравится, я думаю, вопросы, которые ты задашь относительно какой-то мотивационной части нашего сегодняшнего диалога, будут интересны, я отвечу на них. Отлично, отлично. Вы вышли из мест заключения в последний раз в каком году? Последний раз из мест заключения я вышел в 2008 году, по-моему, перед Новым годом прям. Хорошо. Вы выходите, и у вас нет, пардон, нихуя. Вообще нихуя. Как у индийского святого, хуй за когти, ёпта. Отлично. Вот ещё одна прибаутка в наш лексикон, дорогие друзья. Это забавно. Так, отлично, отлично. И что дальше-то? Чем вы решили заниматься? То есть, куда? Снова воровать, снова колоться или что? Может быть, щёлкнуло там у вас ещё что-нибудь? Да нет, но на самом деле у меня всегда, когда я садился, всегда щёлкало, что надо прекращать. Но как только я освобождался, всё обратно расщёлкивалось. Ничего, в общем-то, не поменялось. Я снова начал употреблять. Я открыл для себя новый вид наркотиков. Варительные я их называл. Было тоже несколько всяких историй, связанных с этим. И в один прекрасный... Ну, я торчал. И в один прекрасный день я помню... Ну, как бы я не думал о том, что... Ну, периодически мысли прекратить приходят, но они приходят тогда, когда ты вмазываешься. Как ты вмазался, всё, завтра буду бросать обязательно. Я помню день, наверное, один из тех дней, когда мне реально как-то стрельнуло что-то. Я ещё раз напоминаю, я особо не думал о том, как бы прекратить употреблять, точнее сидеть. Потому что так или иначе это всё было... Все-таки это были вагонами к локомотиву именно наркомании. Я помню, я употребивший, причём так неплохо, я нёс наркотик там на хату приготовить. Была ранняя осень, наверное, сентябрь. Ну, уже листья такие, как бы, ну, жёлтые усыпали дорожки. И я иду, я как наркоман, а передо мной, короче, идёт парочка. Ну, наверное, мои ровесники, парень, девчонка. И они идут такие за руки. И там что-то он то и обнимет, то там они закружатся такие. Как вот в романтических комедиях прям, кто её как-то на руки вот так возьмёт, поцелуется. А я иду, я как бы употребивший, у меня всё есть, есть на утро, есть бы сварить. Я как наркоман, ну, счастлив, да, потому что нет для наркомана ничего более счастливого, чем вот, ну, наркотики их наличия. И ты знаешь, что есть на утро и так далее. А я прям понимаю, я смотрю на них и завидую. Я прям понимаю, что у меня нету в жизни вот ничего такого, никаких вот этих кружащих там девочек, никаких, никакой листы вот этой жёлтой. И прошло несколько, ну, какое-то время, я пришёл на хату, соответственно, сварил, вмазался и так далее. Несколько дней всё было забыто. Но спустя несколько дней я поехал, ну, может быть, через неделю, это была такая неделя, мы жили на варочной хате, в варилии, хозяин хаты, бывший наркоман, ну, спился, мы его там давали, он отъезжал, мы, собственно, откачивали, вдвоём там пороли девку одну, вот. Она, кстати, девочка тоже сейчас не употребляет, как бы, ну, прям всё хорошо её, но мы, как бы, ну, есть вот так что вспомнить, гнили всякое в жизни было. И я оттуда прям с этой хаты соскалил, что, в больничку, ну, в бесплатную государственную наркологию, и там же остался в реабилитации, короче, и, наверное, вот, ну, не знаю, вот этот вот случай вот с этими ребятами, которые там кружились, там вот эта влюблённая парочка, ну, как-то вот, ну, наверное, после него я понял, что, блядь, вот вроде у меня всё есть, на самом деле, жизнь проходит мимо. Ну, и всё, и с тех пор, вот, это было в 2009 году, вот с тех пор я, ну, не употребляю, уже практически, ну, сколько, 9 лет. Можно сказать, такие любовь спасла вас? Ну, скажу так, чужая любовь спасла меня. Отлично, отлично. И так дальше, как события-то разворачиваясь, вы решили заняться чем? Бизнесом, и устроились на работу, нашли себе жену? Я, я, я так, так получилось, что я, ну, можно сказать, точнее, сказать, жена нашла меня. Не вот, не это девочка, ну, женщина, с которой я живу сейчас уже 5 лет, которую я люблю, а вот бывшая моя жена, мы как-то познакомились, по поводу того, заняться бизнесом, я сейчас вешу 106 килограмм, а тогда я весил где-то 75, у меня были синие пальцы, вот, по-моему, даже есть остатки, я потом сводил, наверное, сеансов 10-й делал, прям черные вот здесь перстаки гигантские, вот здесь забито все, выглядел я, короче, соответствующий, на каком бизнесе? И прошло пару месяцев, я понял, что надо социализироваться, я решил устраиваться на работу, а куда? Да, я в жизни работал, ну, там, в детстве, там, у отца работал, там, он, там, там, барменом все в бар устраивали, а так пару раз с грузчиком устраивался, два-три недели поработаешь, чем-то спиздишь и уходишь. Вот, здесь я пошел работать курьером, мне вроде даже стыдно было, 30 лет, нихуя себе 5 лет отсидел курьером, но я понимал, как бы, хватило мозгов понимать, что сразу там топ-менеджер меня никто не возьмет, надо что-то начинать. Я пришел, помню, был какой-то, была какая-то фирмочка, которая занималась доставкой букетов, вот, у меня, вот, там, ну, одна женщина спрашивает, вот вы там решили, сколько вам лет? Я говорю, 29, а почему, говорит, вы решили, ну, устроиться курьером? А я с такой гордостью говорю, ну, а я действительно горд, блядь, ну, нихуя себе, я, блядь, после этих сороков пришел работать курьером, я говорю, надо же с чего-то начинать, я говорю, молодой человек, вам, блядь, почти 30 лет, уже надо что-то, сука, заканчивать. Ну, я взял эти несколько букетов, я помню, в какой-то офис принес, помню, какой-то привез, там, ну, видать, какой-то влюбленный Ромео букет через меню, ну, там, заказал букет, чтобы я его привез девочке, я еще помню, она дверь открывает, наверное, охуела, блядь, стоит тип такой, вот такой худой, с синими пакшами, и букет ее держит, это вам откули, ехать. Вот, короче, я поработал день, мне сказали, ну, вам перезвоним, нахуй, и все, и до свидания, больше не позвали. Потом я работал, блядь, вот эти, знаешь, сетевой маркетинг, книжки, блядь, книжки по офисам продают, заходишь, тебя все нахуй посылают, блядь, пиздец. Я там три дня работал, там вот эта сейчас тема там бурлит, нет, даже на ютюбе сетевой маркетинг, это все наебало, вот, я туда попал, там какой-то дурдом, блядь, там какие-то, блядь, работают полубомжи, блядь, и все друг про друга говорят, что они миллионеры. А я смотрю, сука, вроде, блядь, ну, не могут все пиздить, а потом смотрю на них, блядь, ну, все-таки, наверное, могут, ну, там реально, блядь, полубомжи, я там три дня эти книжки торговал, потом я в колл-центре работал, короче, где только не работал, менеджером по продажам, вот отсюда меня, откуда-то я уходил, откуда-то меня увольняли, вот, потом я стал сниматься, потом я так случайно попал на эпизоды роли второго плана, блядь, даже, ну, ездил часто там где-то снимался, блядь, вот, а потом стал вот работать, блин, опять мне насморк, потом стал работать в центре социальной адаптации, ну, вот, консультантом по химической зависимости, ну, просто там за небольшие деньги, ну, делился своим опытом с ребятами, бла-бла-бла, ну, и потом как-то вот закрутил и завертелся, в этой сфере долго варился, потом вот, ну, там, занялся с кем-то бизнесом и так далее, ну, в общем, такая тема, адаптация была достаточно тяжелая, было тяжело все, даже сейчас расскажу, я помню, мы жили с бывшей женой и такой, блядь, я там даже где-то рассказывал о нем, и мы поехали за шмотками, ахулия, ну, сидевший, когда, ну, одежда-то определенная, вот эта, черная одежда должна быть и так далее, вот эти глушаки, трусы, вот эти, блядь, парашюты, ебаные в рот, советские, блядь, с этим, ебаные, как его, блядь, с цветочками, поехали, ну, и что-то купили какие-то джинсы такие, причем джинсы, блядь, ну, такие надорванные, ну, такие стильные, блядь, кроссовки высокие, блядь, какой-то футболка, значит, цвет такого голубенького, блядь, и, короче, ну, трусы, вот эти боксеры, короче, ненапизники, вот эти вот чайки, ни хуя, я их никогда не носил, но я их, блядь, одел, и мне стало хуёво, блядь, вот настолько, блядь, вот эти тюремные, вот эта хуня укоренилась, блядь, что надо, сука, настоящий пацан носит лишь вот такие вот, ебаные в рот, блядь, трусы, блядь, в которых хер, блядь, туда-сюда, блядь, болтается, я помню, я одел эти джинсы, эту футболку, такую, такая белая, какая-то, вот такая, ну, так нормально выглядел, я просто еще такой худой был, помоложе, я вышел на, блядь, я вот иду, мне кажется, каждый человек на меня смотрит, что-то обсуждают, сука, типа, одет как пиллер, блядь, как, блядь, этот самый, как хипстер, блядь, ну, я просто про то, что очень тяжело в голове, блядь, сколько вот этой хуйни, которая, ну, годами вот от силок, блядь, набивается, то можно, то нельзя, вроде стереотипы, и очень тяжело даже таких вот, ну, к таким вещам привыкнуть, там, не говоря уж о всех остальных, ну, как-то вот так вот адаптироваться, ну, со временем, естественно, вливаешься, хотя многие, многие, я знаю, много людей, которые, ну, не выводят, все-таки, ну, реально, почему люди многие сидят постоянно, потому что там, там реально намного проще, там нихуя не надо делать. Подскажи мне, пожалуйста, если это не секрет, как же все-таки начать свой бизнес? То есть, понятно, что не надо там ничего расписывать, просто как перешагнуть этот психологический барьер? И, если не секрет, в каком, в какой области, в какой сфере у вас бизнес? Нет, у меня, я соучредитель, нас несколько человек, соучредитель реабилитационных, нескольких реабилитационных центров, ну, не таких вот, там, живодерин, там, ну, а вот они сертифицированы даже, ну, мы партнерствуем с государством и так далее, для, ну, это называется центр социальной адаптации, вот. Ну, я, мы этим занялись, потому что у нас было несколько человек, кто в этой теме, в принципе, какое-то время работал, мы в этом понимали, опять же, было много, на самом деле, все не так просто, вот. Ну, сейчас там, ну, более-менее мы функционируем, но до какого-то развития, там, ну, все равно еще очень далеко. А по поводу бизнеса вообще, во-первых, хочется сразу сказать, что не все так просто, очень много, на самом деле, людей, которые готовы, я очень часто слышу, я дам денег на бизнес, я дам денег, я бы сам, может быть, ну, там, дал. Многие, ну, инвесторов, на самом деле, куда больше, чем людей, которые смогут, ну, развить, ну, эти деньги, заставить работу. Я очень, ну, много людей, даже вот, ну, вот, магазины открывают, продуктовые один, там, ну, двоих, знаю, ну, тяжело, бля, что, короче, просто хочется сказать, что не, во-первых, не все так просто, ну, кажется-то, вот куплю, там, возьму аренду, куплю, там, блядь, колбасу по 100, продам по 200, будет, вот, посчитать, вот, в голове, кажется, дохуя, на самом деле, придут пожарники, придут хуярники, там надо лицензию, там надо хуензию, блядь, причем дело даже не во взятках, о том, что это нужно, а тут, оказывается, это нужно, а здесь вот проводка, хуетка, блядь, пиздец, короче. Поэтому здесь вот тяжело, я считаю, мне повезло, я нихуя не бизнесмен, я, ну, учусь как-то, но, ну, вот, блядь, ну, мне вот просто, наверное, повезло, я, наверное, все-таки занимаюсь тем, ну, чем, ну, в той сфере мы работаем, в которой, в принципе, понимаем, как снаружи, я достаточно долго поработал вот в такого рода центре социальной адаптации, плюс изнутри это знаю, ну, как бы, сам употреблял, вот, а, ну, это очень тяжело, на самом деле, блядь, нужно, блядь, чем, ну, как бы, я по жизни нихуя не бизнесмен, вот так, это, ну, не то, что не мое, ну, блин, я в этом нихуя не против, здесь советов давать мне тяжело. Надо, я знаю, есть такая поговорка, чтобы хорошо нажиться, надо хорошо вложиться, вот это точно, вот это вот про бизнес, блядь. Хорошо, с этим разобрались, тогда я зайду издалека, может быть, не совсем издалека, вы же сказали, что вы употребляли, сейчас не употребляете, да, уже 10 лет? Нет, ну, не 10, даже могу сказать, с декабря 2009-го, вот, ну, 9 лет и 4 месяца, 8 лет и 4 месяца, да. Ага, хорошо, но ведь хищник, я это не понаслышке знаю, но ведь хищник, который один раз вкусит мясо, он, он же не будет уже ни травоядным, ни грибочки там есть не будет, то есть гон в любом случае, когда-то он себя проявит, вам захочется? Я не курю, не знаю, с какого, 10-го класса, мне снится, что я курю, мне сегодня снилось, что я ел, я не знаю, почему, ну, ладно. А ты не ешь с какого? Нет, это отдельная история, ну-ну-ну-ну. Ну, я тебя понял, это типа героин умеет ждать из этой серии, если я скажу тебе, либо кому-то не буду, что я никогда не буду употреблять, это будет, ну, как минимум, не то, что неправдой, это будет недальновидно, я не могу знать, как это или нет, я, ну, первое, что я скажу, о том, что, естественно, периодически хочется, хочется, приходят мысли, но есть такая вещь, как хочется, а есть такая вещь, как тяга, как наваждение. Вот у меня был случай, когда я лежал в семнашке, ну, в бесплатной больнице, там перекумывался, я там лежал 9 дней, оттуда вышел, пока я там лежал, мне давали нейролептики, нейролептики препараты, которые, ну, глушат тягу, чувство, как ровное состояние. Я вышел, мне не хотелось, я был уверен на 200%, что я не буду употреблять. Через, вышел, через день, меня так накрыло, вот реально, ну, как будто на физиологическом уровне ты чувствуешь, что что-то, блядь, тебя тащит, я что-то там начал дома, чуть ли не там упражнение, какие-то делать, отжимать, приседаться, отжиматься, приседать, нихуя, все, через полчаса позвонил там знакомый и уехал, вот. Это вот, вот это тяга. А желание, ну, естественно, говорит мой товарищ, тоже, он торчал больше 20 лет, сейчас вот тоже 10 лет не колется, блядь, ну, постарше меня на 10 лет. Он говорит, блядь, братан, мы же на всю жизнь не биатлоном занимались, если бы мы занимались всю жизнь биатлоном, там 10-15-20 лет, нам бы хотелось на лыжах покататься, пострелять, блядь, мы торчались, если это будет выплывать, эйфорическая память же есть, но иногда хочется, ну, то есть я буду, ну, лагуном, да, если скажу, что нет, но это вот из уровня вот там вот, вот бы сейчас там курнуть, да, и все, вот у меня был период, два года назад лета, лета, в моменте ловишь, машина, музычку включил, думаешь, вот сейчас дуну, вот, ну, сейчас вот это первое, ну, такое бывает, естественно. Второе, очень много мотивационных крючков этого не делать, ну, на самом деле жизнь без наркотиков, ну, достаточно, ну, гораздо более насыщенна, намного. Единственное, что дает вот ширка, допустим, берем вот этот тяжелый наркотик, это вот это состояние, одно, оно одно, больше и нету других, вот этот кайф. Когда ты трезвый, у тебя есть масса кайфа, тут, там, любовь, там, влюбленность, тут, не знаю, там, увидел, блядь, ну, красивая, там, не знаю, весна, там, зацвела сирен, тут, блядь, разные спектр чувства, там чувств нет ни хрена. Плюс очень много материальных вещей, которые ты понимаешь, если ты начнешь торчать, ну, это все посыпется, блядь. На самом деле, ну, не хочется, ну, иногда, конечно, приходит, иногда снится, иногда мне снится, там, где-то раз в полгода, у меня есть такой сон, что я употребляю, я это знаю, такое, думаю, ну, через полгода еще употреблю, бывает. Я тоже не курю сигареты, и тоже иногда, тоже уже почти 8 лет, тоже иногда мне хочется, ну, покурнуть, я вот почувствую, там, какой-нибудь кальяна и сигару, блядь, сейчас будет затянуться. Ну, понимаю, потом, сейчас хватает, ну, здравомыслия подумать, что дальше будет. Я понимаю, что если возьму сигарету, покурю, я кайфа не получу, я только прогавкаю, блядь, легкие себе, вот, блядь, и все. Так же вот с наркотиками. Но, опять же, ну, утверждать никто не может, что никогда не будет, всякое бывает, и, как правило, в самый неподходящий момент, я знаю людей, которые срывались и на более больших сроках, но, как правило, они срываются, и все, и обратно, ну, перестают употреблять. Единственное, что они теряют, это вот этот срок. Ну, бывает, срываются, такое бывает. Здесь никто, ну, мало кто застрахован, в принципе, 100%. Почему я задал именно этот вопрос? У меня есть на повестке дня два вопроса. То есть, если у вас есть реабилитационный центр, считаете ли вы, что, в принципе, возможно кого-то излечить от зависимости, когда вот те самые вещества, они уже входят в обмен веществ? То есть, все, это уже становится, ну, грубо говоря, если человеку жгут на шею наложить, и воздухом он не может дышать, вот такая асфиксия. И второй вопрос, как вы сказали, это же не живодерня, а живодерня, видимо, вы имели в виду Ройзмана. Вот такие методы. И считаете ли вы, что эти методы, они, ну, не то чтобы не полноценны, не действенны, хотя, ну, ладно, я свое мнение не буду сказать. Вы как этим занимаетесь, ответьте на эти вопросы. Так, по поводу первого вопроса, еще раз, про что? Считаете ли вы, что, в принципе, наркомана можно вылечить? Именно того, кто уже на системе был не раз? Ну, вы понимаете. Я считаю, ну, и это так и есть, в принципе, диктология об этом говорит. Вылечить наркомана нельзя. Можно прекратить употреблять и никогда не употреблять. То есть я не перестал быть наркоманом. Я, как бы, до сих пор наркоман, но я не употребляю. Я могу, ну, назовем это ремиссией. Кто-то называет ремиссией, кто-то выздоровлением. И в этой ремиссии могу находиться всю жизнь. Это как гепатит, как ВИЧ. Он может никогда, эта болезнь, не перейти в активную форму. А может перейти. Можно 20-30-40 лет умереть от старости. А может, там, спустя два года, ну, допустим, начаться второй, третий, этот самый, как его, забыл, фиброз и так далее. Поэтому здесь наркоманом нельзя перестать быть. Можно не употреблять всю жизнь. И жизнь будет меняться. По поводу того, что, ну, типа, ты говоришь, ну, как ты назвал, въедается вот это вещество уже, там, как бы, все, в любом смысле, вещество, которое ты возишь в себя, это физиология. Ну, то есть, как бы, это физическая вещь, это вещество. Любая физиология человека восстанавливается. Ну, если это не болезнь невосстановимая. Любая. Не важно, ну, восстанавливается все. Ну, вот, тело приходит в нормальную форму. Спустя год, два, три, я слышал, что пять лет нужно, чтобы восстановиться полностью. Ну, не знаю, так, не так. Это сто процентов. Психика, ну, мышление какое-то, возможно, меняется. Но если человек 10 лет воюет, она у него тоже меняется. Если в тюрьме тоже как-то сто процентов психика меняет. Ну, любой менталитет, он же зависит, в том числе, и от сферы, той сферы, в которой ты крутишься, от того общества, в котором ты живешь. Но, как бы, ну, это вот про то, что как-то, ну, ты уже попробовал, и не может быть поиначе. То есть организм очистится. Очищается все, сто процентов. По поводу, можно ли, можно. Ну, я тому пример. Я также лежал в реабилитации, и также я не употребляю. Но это можно, ну, и можно практически, скажу так, чем дольше употребляешь, мне кажется. Чем дольше употребляешь, тем больше ты разрушен, блядь, тем легче тебе будет. Потому что, когда ты там год, бля, понюхал, или спайсы, что сейчас там курят, вам-то деньги дает, ты не понимаешь, что ты наркоман, тебе, бля, охуительный, ёпта. Ну, это не факт, что ты наркоман, но что ты реально там кайфуешь. Ну, каждый же пьющий алкоголик является также здесь. Здесь такая тема, о нем в этом долго можно говорить. Но скажу одно, что прекратить можно и не употреблять. Я знаю сотни примеров, если не тысячи, когда люди не употребляют долго. Не просто я там не колюсь полгода, ну, побухиваю там. А вот реально долго, больше 10 лет не употребляют ничего вообще и не вовремя живут. По поводу второго вопроса, да, я, наверное, имел в виду такого рода центры. Ну, вот город без наркотиков, это уже такое именно рицательное. Недавно мне задали вопрос на стриме по поводу, считаешь ли ты правильными или неправильными. Я не возьмусь судить, правильно это или нет, потому что я думаю, что наркоман, которого взяли за шкирку, посадили в машину и куда-то триковали, гораздо больше вреда нанес обществу, употребляя, чем ему, посадив его куда-то в клетку и подержав там месяц. Я считаю, что это, ну, вот правильно это или нет, там как бы бог судья, я считаю, что это неэффективно, вот с точки зрения выздоровления. Менее эффективно, чем именно психотерапевтические централы, вот миннесотская модель, как в тех же Штатах развита очень сильно. Вот именно, ну, работа психологи, агитологи, консультанты, те же самые химические зависимости. Я считаю так, вот, то есть, ну, правильно это или неправильно, хуй его знает. Может, если его, может, его от жизни. Вот у меня брат умер от при дозировке наркотиков. Если бы его, блядь, увезли, нахуй, или закрыли, или вот так вот в такой центр, да, типа города без наркотиков, он бы может быть жив. А он, блядь, его никто не проконтролил, он вмазался и отъехал. Так же, ну, и здесь хуй его знает. Но, я уверен, 99%, что это неэффективно. Опять же, кому-то может помочь, это все индивидуально. Я у вас спросил по поводу ментов, бывают ли нормальные. И до этого вы говорили, что, ребята, если вы думаете, что никто не знает, кто там продает, употребляет, то вы ошибаетесь. И у меня такой вопрос. Но ведь это с подачи ментов все продается. То есть, без их ведома ничего бы не продавалось. То есть, на этом делают огромный, колоссальный день. Это секрет Польшинели, об этом все знают. Помните, был такой мультсериал «Все собаки попадают в рай». То есть, мне кажется, надо снять контрсериал, все менты попадают в ад. Ну, или, по крайней мере, те, которые причастны к этому. Вы же понимаете, что это не один человек в этом задействован. Что там просто эта система страшная, система геноцида. Вот вашего брата это затронуло. Прямо так категорично к этому. Я такой вообще по отношению ко многому, в частности, к тому, чего не знаю на 100%, скажем, центристское такое у меня отношение. Я считаю, что во многом так и есть. Опять же, кто-то там торгует, о нем не знают 100%. Потому что, ну, как бы, ну, он только начал там, либо, ну, есть такие люди. Кто-то торгует, о нем знают. И, ну, я уверен, ну, одна из причин, по которой их не закрывают, возможно, скорее всего, это, ну, там, взятничество и так далее. Ну, блин, я не могу, я не уверен, что это вот всегда повсеместно так. Вот что происходит там, когда вот эти поставки, ну, реально, там, килограммы, бля, переходят через, там, границу, там, я, блядь, знаю, мне кажется, да, там, что-то, как-то, кто-то кому-то дает и так далее. Причем не факт. Я думаю, что, ну, самые, ну, скажем так, высокие, блядь, люди не всегда знают, что там гораздо ниже происходит. Я думаю, ну, здесь тяжело судить, ну, на 100% не знаю. И как-то просто категорично говоришь, что 100% это так. Так, 100% доля какая-то, не могу сказать, какая этого в этом есть. Но я уверен, что много, ну, много очень, ну, ментов, которые, ну, блин, ну, я не знаю по поводу взятки, блядь, тяжело сказать. Я уверен, что кто-то точно не возьмет, если ему будут предлагать, вот, именно, там, какой-то барыгой и так далее. Сейчас, на самом деле, я, так или иначе, с этим немножко связан. Сейчас гораздо, ну, тяжелее стало торговать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, вот, знаешь, с этими новыми видами наркотиков очень долго не могли их там, ну, насколько я знаю, спайсы, там, вот эти соли, вообще приравнять там к наркотикам законодательным. У нас же тоже, знаешь, все хрупко, блядь. Начнешь всех подряд грести, будут орать на беспредел. Наркоманы как поймать? Вот мне подкинули наркотики, я тебе в прошлый раз рассказывал. Вот у меня есть этот чек, вот я иду, увидел ментарь, я его выкинул, все, по закону, все, ёпта, понимаешь? А я, блядь, потом сейчас пойду и бабку какую-нибудь убью, блядь, знаешь, за 200 рублей, чтобы купить. Вот здесь, Глеб, весь вопрос совести, также и совести вот тех, кто берет взятки, отпускает виновных, если это действительно происходит. Здесь, бог им судья, ну, тяжело судить, потому что, ну, блядь, вот хрен, вот это, знаешь, вопрос правильно сделал Глеб Жеглов, подкинув кирпичу... Кошелёк. Да. Поэтому здесь, я думаю, что, я уверен, что если, допустим, неважно, мент или кто бы то ни было, человек могущий сделать иначе и знающий, что тот, кто ему предлагал, виноват, причём, действительно, в чём-то серьёзном, взял взятку и отпустил, я считаю, этот человек поступил неправильно, блядь, это сто процентов. Ну, говорить, что все так поступают, блядь, ну, так я могу. Хорошо. Это просто такая больная тема. По поводу излечения, исцеления, то есть, насколько эффективно всё это, ну, я имею в виду, я не знаю, подшивочки на алтрексоне, но если куда-нибудь подшить, как, в общем, сейчас современные методы, хоть немножечко-то, как-то усовершенствовалась методика, или всё как было, так и есть. То есть, действительно, можно это хоть, ну, как-то, человека в ремиссию вывести, или всё? На самом деле, ничего не изменилось. То, о чём ты говоришь, подшивки, блядь, это, ну, кодировки, это, ну, кому интересно, пусть будут посмотрят ролик у меня на канале, я вкратце там говорил о стадиях профилактики наркомании. Первое – это мотивация, второе – это вот детоксикация, третье – вот это сама вот реабилитация. Вот. Вот то, о чём ты говоришь, это вторая стадия. Это вот детокс. То есть, ну, грубо говоря, вот, вшивают человеку, ну, допустим, подшивают человека. Вот тут проще взять алкашей, ну, алкоголиков, потому что они чаще всего подшиваются. Если он сразу не пробивает эту подшивку, разные есть, левитрол, мандрал, вот как ты назвал, вот, никогда не подшивали меня, но я знаю действия. Это, ну, короче, ну, грубо говоря, то, что называется лечение наркомании, это не физиологический вывод из этого состояния. Это, ну, сугестивная терапия. Да, это нужно мышление изменить. Это должно поменяться мышление. Вот. А вшивка, мышление, просто, допустим, блокиратор, да, ты вмазываешься, тебе хуёво, блядь. Тебя штырит пиздец, ты сейчас помрёшь, но в голове ничего не происходит. И вот ты ходишь год, блядь, терпишь, смотришь на часы, либо начинаешь употреблять быстро, если делал медленнее, и так далее. Это вот с алкоголиками. Они вшиваются на полгода, не пьют полгода, через полгода погнали, заниматься конкретно головой. Если это как фактор дополнительный, да, до кучи, ну, хуже не будет. Вот. Если ты ещё и подшит, ну, как бы, хуже не будет, но все на самом деле далеко не ушли. Всё то же самое. Головой надо заниматься, вот, ну, вот эти в центрах специальной адаптации в принципе и занимаются. Не важно в каких там, религиозные или нет, то есть в принципе там занимаются тем, что пытаются мыш... Ну, как бы, нужно, чтобы мышление твое изменилось. Во-первых, ты понял, что ты, блядь, наркоман. Ну и как? Из, допустим, тысячи, сколько успешных случаев? Ну, пример. Блядь, ну, вообще считается, вообще считается, что, ну, 100% гарантии нигде никогда не дают. Если дают, ну, это, блядь, пиздёж, блядь. Вообще, ну, принято считать, вот, вот, именно вот, в сфере, вот, минисотских TC моделей, ну, около 70%. Вот так. То есть, грубо говоря, 30% остаются, всё, а вот, ну, грубо говоря, 30% не употребляют, ну, всё, ремиссия. 30% ну, возможно, срывы, но так как уже, грубо говоря, там, в них инфу вложили, возможен срыв, у меня же тоже был срыв, я вышел, из центра сорвался, и вот, через несколько дней потом, два дня употребил, больше менял. 30% это срыв, 30% в какое-то время могут не употреблять, потом срываются, уплывают. Возможно, переходят обратно, возможно, нет. Ну, это вот считается такой неофициально. Официально у нас же на государственном уровне это не сильно развито. У нас государство сейчас, ну, не до наркоманов, блин, поэтому, ну, этим занимаются, реформы идут, наркология и так далее, но какой-то официальной статистики, ну, Эх, Станислав Андреевич, не знаю, я смотрю как-то на этот мир наркологии очень мрачно. я не буду, сейчас не, не обо мне речь. Да, Еще раз. Я говорю, это не наркология, немножко другая тема. Наркология, это вот детоксы, прокапывающие. Очень часто в детоксах, ну, просто реабилитации нет, и детоксам невыгодно, часто бывает, у алкоголика отправят реабилитацию. Зачем? Они его прокапывают, он идет домой, через месяц начнет пить, опять к ним ляжет. Ну, это бизнес. Зачем? Зачем он отправит реабилитацию, чтобы он хотя бы 60% имел больше не употреблять? По факту. Ну, это не все так, но вот просто. Да, понятно. Это бизнес, да, он медовый месяц себе сделал, и все. Понятно. Дозу сбил. Хорошо, тогда следующий вопрос о спорте. Вы же как-то выехали в мир царствия здорового образа жизни на спорте, я так понимаю? Выехал я не на спорте, но спортом я на самом деле, на самом деле спорт, в принципе, любой такой тяжелый или увлеченный со здоровьем, в принципе, не очень много общего имеет, но, если это не аэробика, половина и так далее, но я спортом занимался, я вообще всю жизнь был худой, дрищ такой, я всегда хотел быть большим, вот в зоне, что я первый раз когда сидел, я там, я даже бросил пить курить колодцев, потом, правда, начал курить траву, вообще ничего не употреблять я не смогу, вот, и я там занимался, полтора года, мне туда привозили и протеин, и геймер, помню, и креатин, то есть я там набрал где-то килограмм 12 даже, учитывая, ну, то, что там не всегда было что, охуительно пожрать, в принципе, это нормально, спорт, я занимаюсь, ну, я, бля, качаюсь, мне нравится просто ебашить в зале, я не такие, я периодически, у меня маленькие дозы ставлю анаболические стероиды, блядь, ну, редкие, маленькие у меня дозы, скорее, больше знаешь, для тонуса, блядь, вот, и, ну, каким-то, блядь, ну, никакой выступательной не хочу, я ни хуя не отличник в тренировках, поэтому, так сказать, больше по фану тренируюсь, здесь мне особо рассказать нечего, поэтому, тренируюсь, потому что мне нравится, мне нравится, я понимаю, что там не въебаться, блядь, качок, ебта, скорее всего, ну, если это не уличная драка, а, допустим, ну, бой Бринги с каким-нибудь сериалистическим боксером упадет, ну, я, как бы, если бы я хотел, там, быть, не въебаться боксером, я бы занимался боксером, ну, мне это не нравится, мне нравится, ощущение железа, и так далее, мне нравится, особо, ну, мне нечего сказать, мне нравится, ну, каждый, многие, многие люди, которые перестают употреблять, многие чем-то занимаются, это тоже один из способов, ну, удовольствие получать, ну, в основном тяжелый, кто-то качается, кто-то, блядь, идет на хуй, бомж, борьба там, блядь, а по поводу телок, ведь вы говорите, анаболики, мелкие, мелкие дозы, ведь всем известно, что, кто парует анаболики, и все остальные, и даже просто пьют протеин, или рядом просто проходят с ларьком, где торгуют протеином, у них член сразу отваливается, не просто не стоит, а сразу отваливается, ну, да, и сиськи еще вырастают, блядь, и тут же покрываешься чешуей, нахуй, блядь, ну, блядь, такой же миф, как и все другое, понятно, что гормоналка, она после первого же укола, первого-второго, термостерона, неважно, какие дозы отключаются, понятно, что для гормоналки, ну, гормоналки, если ее отключается, включаешь, отключаешь, включаешь, ну, как бы, это тоже не совсем, блядь, это самое, ну, неправильно, я не говорю, что это полезно, ну, как минимум, для гормоналки, это, ну, нахуй, не нужно, ну, я, ну, не знаю, я знаю, дохуя народу, кто курсит, я пока не знаю, у кого хуй упал, блядь, ну, навечно, блядь, таких, ну, не знаю, может быть, такие есть, скорее всего, я думаю, что, блядь, ну, вообще, никому, ну, вообще, конечно, это не совсем, блядь, ну, ровно так же, не здраво, как любые, ну, препараты принимают, ну, про протеину, это уже, блядь, троллинг, чистую воду, блядь, 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 никого, я их, сайт, пью, блядь, когда курсишь, они, нахуй, это, блядь, просто простой, блядь, перевод денег, финальный вопрос, Станислав Андреевич, расскажите, в каком мире лучше, в том, где тюрьма, зэки, кокнеки, там, где вещества непонятного качества, там, где непонятные компании, где, может быть, какие-то марцифальчики, а не, вы же не по этой теме, ну, в общем, или другой, или другой мир, там, где относительный успех, ну, я, наверное, не можете, ну, опять же, успех, кто-то миллиардер, и он может сказать, вот у меня только там, несколько миллиардов, у кого-то их, там, 10, допустим, ну, относительный успех, где лучше, в каком мире? Естественно, ну, здесь, я хочу, ну, здесь, блядь, не знаю, мне кажется, все все прекрасно понимают, единственное, я хочу сказать, что иногда, конечно, я, ну, не скучаю, вспоминаю, какой-то теплой ностальгией, вот, то время, у меня много друзей детства, с кем употребляли, они сейчас не употребляют, достаточно долго, тоже относительно успешные люди, вот, мы часто видимся, вспоминаем, сейчас это, ну, смешно звучит, вспомнить, даже прикольно, я думаю, вспоминаю, даже вспоминаю, как я там сидел, второй раз, третий, и первый, и, ну, наверное, я вспоминаю это с каким-то теплом, потому что, ну, тогда был молодой, и вообще, как-то все это, ну, не казалось таким, это вот вчера, я, я с парнем встретился, ему сегодня, сегодня садиться, я так прикинул, бля, я бы охуел, если бы я сейчас сел, я бы ебнулся, бля, я бы сейчас сидел, намного более комфортно, уверен, чем раньше, потому что, ну, есть кто бы меня грел, там, так далее, и так далее, и так далее, потому что раньше-то хули, я торчал, друзья, и все такие же, бля, ни хуя нету, бля, вот, и хоть кто что пришлет, кто к маме давать, передачу я сделала, ну, бля, сейчас, раньше нечего было терять, сейчас дохуя чего другого, все равно иногда вспоминаю, с каким-то теплотом, вспоминаю, скорее, свой возраст, неже то, что было, бля, потому что, это реально пиздец, опять же, мозг человека, память так устроена, любого, неважно, наркозависимый, не наркозависимый, память, она избирательна, мы вспоминаем, помним, только хорошее, что нам происходит, а все хуевое, как-то вуалируется, бля, вот, а по поводу, и второе, что, точнее, второе, что хотелось сказать, на самом деле, тяжело объяснить, ну, может быть, это вот, знаешь, такой вопрос задают, типа, ты пьешь, нет, а как расслабляешься, тяжело, может быть, объяснить преимущество, какой-то трезвый, бля, чистой жизни, просто, когда проходит время, какой-то, год, два, три, у всех по-разному, ну, пока первое время, ты всегда помнишь о том, что, бля, тебе уже становится получше, жизнь как бы налаживается, но все равно память о том, мысли о том, что, бля, а вот жизнь наладилась, если вмазаться, то еще будет лучше, она есть, проходит время, ты, ну, забываешь как-то об этом, это, ну, как будто так всегда и было, вот, и на самом деле, жить трезвым, бля, охуительный, ебко, и, если бы была такая таблетка, ее употребляешь, и всегда тебя прет, нет, ни кумарок, не надо ни деньги искать, вот всегда тебе, бля, охуительный, употребил бы я или нет, естественно, теоретизирование, скорее всего, нет, потому что я говорил уже о том, что, ну, блядь, трезвая жизнь, чистая жизнь, она, ну, блядь, намного больше возможностей, намного больше, блядь, возможностей, ну, тяжело, это тяжело объяснить, если я буду, это как прет героин, чешешься, залипаешь, но не объяснишь же, что там изнутри, охуительный, так же и здесь, много всего, своя хоббит, ну, жена, ну, просто, блядь, охуительный, причем, ну, само по себе, это ничего не значит, все вкупе, как ваше внутреннее состояние, даже вот посидели, попиздели, пару часиков, уже хорошо, поэтому, вот так вот. Я хочу подвести итог, почему же все-таки трезвым жить лучше, я вспомнил случай, когда у нас все эти события начались в 2014 году, и у нас цены подскочили, ну, там чуть ли не в раз 10, и бутылка пива, если, так, в гривнах, в гривнах, я не знаю, сейчас в рубли переведу, значит, в гривнах, она до этого стоила, по-моему, гривен, ну, пусть там 12, 0,5 пива, допустим, 12 гривен, а потом, когда все это началось, барыги охуели, и они поставили по 60 гривен, то есть в 6 раз, ну, грубо говоря, вот, я не знаю, сколько там в РФ пива стоит, я не знаю, не бухая, ни в ценах не ориентируешься, но, грубо говоря, в 6, на 6 умножите, и, и у них у кого денег нет, и я помню, алкоголичка одна, она купила эту бутылочку пива, и она ее открыла, и она ее держит в руках, у нее трема, руки трясутся, и я вижу, как она, она смотрит на нее, и не дай бог, чтобы она не упала, она ее держит, она в нее вцепилась, как будто это ее спасительный, я не знаю, что, спасительный канат куда-нибудь, и она, и она так аккуратненько по глоточку, серп, 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 аккуратненько, и видно, как она щелочится, как ей плохо, как она с бодунича, и самое главное, в чем прикол, эту бутылку она купила за кровные, за последние, за 60 последних, блять, гривен, это для нее самое ценное, ценнее, чем ее жизнь, и вот, чтобы не зависеть от этой бутылочки пива, которую захотели сегодня, там, 10 гривен, захотели 60, чтобы от нее не зависеть, необходимо жить трезвым, необходимо быть независимым от этой всякой хуйни, дорогие друзья, я вам советую, если вы хотите, трешмогильная история Станислава Андреевича, вы переходите в описание, там будет ссылка на его канал, он ведет канал YouTube, подписывайтесь, там обо всем расскажут, и как не торчать, и как быть дико успешным человеком, а может быть не очень дико, но по крайней мере, не этим самым, как он называется, аутсайдером, например, дорогие друзья, ставьте класс этому видео, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, всем темки-темки, ловки-ловки-покусики, я вас всех обнял, и в чечку поцеловал, но как друзей, естественно, все, с вами был я, дракоцени Шахикан Амбован, и Станислав Андреевич, в меру успешный человек, всем пока, до новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok